Устраивали до сегодняшнего утра. А вот с сегодняшнего утра эти ваши объяснения меня устраивать перестали. А что же случилось сегодня утром? Кое-что случилось. Мы ждали, когда это случится. Нам нужны были доказательства, и мы их получили. Мы ведь не можем арестовать человека, если у нас нет доказательств. Улик, фактов или хотя бы свидетельства двух людей. Так вот, мы получили улику. Простите, я не знаю, о чем идет речь. Можно я покормлю ребенка? Сначала вы мне расскажете, где и когда у вас были встречи с резидентом, а потом пойдете кормить ребенка. Я уже объясняла господину, который арестовал меня, что ни имени резидента, ни его адреса, ни, наконец, его самого, я не знаю. Слушайте, не валяйте, дурака. Как говорится, карты на стол. Туз бит шестеркой. Мюллер решил сыграть партию со Штирлицем сам. Все было бы просто и неинтересно, не существуя звонка Штирлица к Борману и их встречи. Круг замкнулся. Штирлиц, шифр в Берне, русская радистка. И этот круг покоился на мощном фундаменте на Бормане. Значит, либо свалив Бормана, Мюллер получал доступ в сферу финансов для проверки, а он видел и такую перспективу. Либо, если условия игры позволят, он становился необходимым для Бормана, как человек, раскрывший заговор Штирлица, связанного с русскими радистами. Оба эти выхода были чреваты как последним взлетом, так и последним падением. Я не стану больше говорить. Я буду молчать до тех пор, пока вы мне не позволите покормить ребенка. Ну что ж, не будем попросту тратить время. Я знаю то, что знаете вы, и о чем вы молчите. Мы вам устроим очную ставку с резидентом. Почувствовав провал, он решил бежать за границу, но у него это не вышло. Он рассчитывал на свою машину. У него очень хорошая машина, не так ли? Но он ошибся. Наша машина не хуже, а лучше, чем его. Вы нас во всей этой котерьме не интересуете. Нас интересует он. И вы нам скажете о нем все. Все до конца. Мне нечего сказать вам. Снова заморозки. Это не по-весеннему. Руки. Что? Руки. Что вы хотите делать? Руки! Барбара, Кельмут. Кельмут Барбара! Принесите младенца. Я не зря напомнил вам о заморозках. Достаточно подержать ваше дитя три или пять минут вот на этом столе голенького, без пеленок. и он умрет. Или-или. Решайте. Вы не сделаете этого. Вы не сможете этого сделать. Да, мне это будет очень страшно делать. Да, я тоже человек, а не животное. И меня тоже рожала мать. Но именем всех матерей Рейха я сделаю это. Именем детей Рейха, которые гибнут под бомбами, я сделаю это. Где ребенок? Несите его сюда, черт возьми. Гельмут! Гельмут, вы меня слышите? Принесите ребенка. Гельмут! Вы же мать. Вам надо быть благоразумной. Ну? 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 Вынимать. Вынимать. Вы отлично выглядите. Отлично. Пальто могли бы снять, кстати говоря, в приемной. Но потому что вы вошли ко мне, не сняв пальто, я понял, сестры пастора с детишками не нашли. Не нашел. А подробно? Как это было? Где она? Куда она исчезла? Ночью за ней приезжал на машину. Что за машина? Кто был в машине? Чья машина? Установить не удалось. Соседи просто слышали шум подъехавшей машины. Потом они увидели свет, который пробивался сквозь щели света маскировки. Потом снова заработал мотор машины. Больше они там не появлялись. Ну а фотографию женщины с детишками вы достали? Да. Покажите. Вот всей вот и есть. С 🎵 Продолжение следует... Так, ну хорошо, будем искать женщину с детишками. Она нам еще пригодится. Спасибо на этом, Айсман. Ну а что делать вот с этим? А вы почитайте. Это ваш рапорт. Я целиком и полностью доверяю штандартенфюреру Штирлицу. Будь мы все трижды прокляты. Вот так. Вот так.